Всем привет, с вами Стэйси, и мы продолжаем играть в 74 рождественская история. Кто-то с утра пораньше уже вон бегает раздетый мужчина, что с вами не так? Мы проснулись достаточно рано, точнее сейчас в 6 утра, но мы бодрствуем уже давно, и знаете, дел меньше не становится. И сегодня утром к нам пришел в гости, так сказать, о боже, ну спасибо. Спасибо. А, это не ты нагадил? Я думала он чистит зубы, но нет вроде бы. К нам пришел вот этот маленький комочек, и конечно же, хотя Милен понимает, что если кто-то узнает, что он здесь котик, то мы полетим с этим котиком вообще не знаю куда, но мы просто не могли как бы его оставить на улице, и блин, очень замерз, это просто был кусок льда, но он уже отогрелся, потому что уже прошло несколько часов. Хочу сегодня поиграть вот со стенами, но пока, как вы видите, как-то мне не очень это удается. В общем, мы его оставили здесь, но нам нужно купить всякие там для него штучки, чашечку и прочее. Денег у нас, конечно же, на это нет, но я сегодня думаю попросить Селену, чтобы мы сходили снова в магазин, потому что уже многое из чего было приготовлено, а они любят там все свежее и прочее. И постараться как-то сэкономить немножечко, и на остатки купить. Я хотела купить маленькую елочку, и вот купить ему чашечку, может быть там еще что-то, какую-то игрушечку, но для Лексии, конечно, это такая радость, этот котик. Но он может нам принести кучу проблем, но постараемся тихонько. Я закрыла вот здесь дверь уже, чтобы он не вышел, и вот эту дверь закрыла, чтобы не заходил ли там Ашер, Селена и Эви, потому что они, ну блин, это будет жесть. Соответственно, нам все в порядке, если он вроде не будет никому рассказать, мы с ним более-менее общаемся. Класс, у меня еще унитаз сломался. Давайте мы поставим стирку, потому что уже тут, если честно, еще собралось, а мы еще вот это вот... А, стоп, а кто мне помог? Хм, странно, кто-то, кто-то мне помог. В общем, мы не загружали. Блин, как грязно, как грязно. У нас сейчас 6 утра, и нам нужно... О, боже! Что-то я тут бахнула на клавиатуру. И у нас куча дел. У нас снова там стирка набралась. Нам нужно снова ставить стирать. Давайте проверим карман. О, реально! Мы проверим карманы. И это чего? Я что-то не то нажала! Я что-то не то, наверное, нажала. Давайте проверим карман. Я надеюсь, что мы найдем, может, какие-то симолеоны. Было бы очень неплохо. Киска наша такая маленькая. Да, 11 симолеонов. Да, мы, конечно, нифига на них ничего не купим. Сейчас я запишу, что 11 симолеонов. Сейчас забуду 100%. И здесь что у нас? 13. Итого 24 симолеона. Ну, как бы так себе. Телефон мой, спасибо, что ты извинишь. Так, давайте положим все в корзину и попробуем вместе постирать. Я не знаю, что пошло не так. Что-то пошло не так. Мне нужно куда-то было это вешать. Давайте еще раз. Первый раз стираю здесь. Реально. Ну, по-загазу, мы же посушили. Так, не знаю, что должно было произойти. Так, хорошо, положили мы в корзину. Ты хочешь в джакузи искупаться? Это здорово придумала. Пойдем, примем в ванну. Лексия у нас пока спит. У него все очень хорошо. Она будет с котиком играться. Смотрите, какой он малыш. Спит себе. Ну, мы его никак не могли бросить на улице. О, боже мой. Простите. Смотрите, какая прелесть. Такой маленький, да? Такой маленький. Так, сейчас мы быстренько помоемся. У нас борода выросла. Это замечательно. Эйсон. О, Эйсон! Офигел? Что ли? Ходит тут. Кстати, да, у нас как-то так нелогично. Все тут получат. Через ванну все проходят. Это очень-очень странно. Я даже наверх не хочу идти, если честно. Давайте сейчас уйдут на работу. Мы... Так, мне нужно же поговорить с кем-то. Мне же нужны деньги. Что помидали на продукты. Деньги. Ты здорово там плещешься. Нам нужно помыть. Почистить раковину. Почистить зубы. Вот это вот нужно чинить. И вот это нужно вытереть. У нас сверху еще сломался унитаз тоже. И сверху по-любому там какая-то грязище. Я уже чувствую... Так, Селена встала. Встала Селена. Когда я ей на... На работу? Я сегодня на работу вообще? Да, я сегодня на работу в 9 часов. Блин, в принципе, мне сейчас уже нужно идти к ней. Так, через час. Опять мне там одежда кидается. Хорошо, хорошо. Так, сейчас мне так не получится. Давайте пойдемте сначала попросим у нее денег. Сейчас ее найду. Вот это у нас погода. Ужасная. Давай. Так, жаловаться на проблем. Да, пожалуемся. Что там было написано? О боже, нет, нам такая попечительница не нужна. Пожалуемся на проблему, что нам нужны деньги на продукты, на свеженькие. Потому что сейчас они все-то едят и все такое. Жесть, как мы пойдем сегодня, я не знаю. Посмотрите, какая метель. Ну, не метель, но мне кажется, близко к тому. Так что мне нужно... Как-то, я не знаю как. Короче, у нас еще куча дел, на самом деле. Кроме этого всего. Еще тут все сломалось у нас. Что-то я вообще... А, все, я разобралась. Так, стоп. Нормально. Это же какой-то вломался вроде бы. Что-то я вообще не этот. Не поняла. А кто домашку не сделал? Кто-то не сделал домашнее задание. Так, все, пожаловались мы на проблему. Блин, она... У нас опять уже испортери сети. Это я не успеваю даже. Пойдемте чистить и почистим зубы. У котика все плохо. Котик хочет кушать. Котику нужно что-то дать. Супер. Вот лакомство. Давайте дадим ему лакомство. Блин, я ничего не успеваю. Все, Ашер на работе. Все в школе. Котика надо покормить. Елена тоже на работе. Сейчас пойдем там убираться. Более-менее приберемся. Нужно сходить в магазин. Да, мы зубы чистим. У нас там честная борода. Восы можно было бы расчесать. Ну ладно. Мне, наверное, директор звонит. Так, лакомство мы ему дали. Что ему стало лучше? О боже, мы хотим в туалет. Туалет сломанный. Да, ему стало лучше. Ему просто нужна мисочка, куда мы будем насыпать корм. Я не знаю, как она это делает. Но я сейчас сама уже устала ей давать поручение. Убрать. Нет, не надо ничего убирать. Я не знаю, мы пока починим. И пройдет целая вечность. Да. Слава богу, у Алексии все в порядке. У нас зато все очень плохо. Вот это нужно протереть. И нужно мне в туалет сходить. Но в туалет я не могу сходить, потому что все очень плохо у нас. Боже мой, я что? Я поняла. Я не нажала стирать. Я вообще. Ладно. Вы ничего не видели. Давайте, наверное, сделаю побыстрее. Потому что, мне кажется, это очень долгая песня. А что это такое? Ванна низкого качества. Ну, у нас другого качества и не будет. Поэтому. Да, ребята. Я не знаю как, но мы смогли починить. Это просто потрясающе, конечно. Исик, опять ему плохо. Опять он хочет кушать, наверное. Так, она пошла где-то наверху. Вот, сейчас мы посмотрим, кстати, где у нас тут еще протекло. Так. А это что такое? А почему здесь мокро? Не знаю почему. Пойдем. Тебе включим машинку? Боже, я не включила. Тебе. Да? Так. Вот, иди в туалет сходи. А, я уже нажала. Помою руки потом. Так, все, наблюдать за процессом мы не будем. Мне нужно кисика как-то покормить. Давайте мы возьмем еду и ему что-то дадим. Быстро перекусить. Бутерброд с арахисовым маслом и желе. Мне кажется, это круто. Господи, соседи мои опять делают ремонт. Соседи тут делают ремонт в вечность. И сейчас будем есть и дадим ему кусочек. Потому что дорого покупать по 5-7 миллионов лакомства. Очень дорого. Лексия, а ты... А почему ты грустная? Вот, иди. Его Ричи, кстати, зовут. Иди с ним поиграйся. Это море для ребенка. Это просто... А что ты два раза моешь? Зачем? Все. Давай, иди, бери бутербродик. У нас тут тарелка еще стоит. Господи. Нам уже обед готовить. Иди сюда. Иди сюда. Ооо. Какая прелесть. И давай ему дадим кусочек. Вот, дать немного еды. Потом пойдем посмотрим наверху, что у нас там за грязище. Вот тут потом, наверное, уберем. Хотя, в принципе, сейчас придется на все вместе убирать. Дали ему... Дали ему... Ой, а что... Что такое? Что? Снег? Холодно. Ну да, в подвале холодно. Я вообще даже... Ничего не говорю. И мне нужно снова взять еду. Как будто бы с ветчиной. Оставим здесь на столе. О, боже мой. Это... Это чего вообще такое? Пульт какой-то. Конечно, нужно ее как бы воспитывать. Но ребенка, на самом деле, очень жалко. Давай скорее ешь. Уже целый час ешь. Это очень долго. Киса тут, блин. Что-то киса недовольная. Я не знаю, почему она недовольная. Много, может быть, причин. А зачем? Она есть уже хочет? А зачем? А... Не поняла я. Ну и... Что это было? Милен, это что было? Это очень интересно. Вот, посади ее, пожалуйста, сюда. И пошли отсюда. Пойдем. Так, все-то постиралось. Взять белье, загрузить в сушилку для белья. Вот, займись этим. Она так быстро постирала, кстати. Мы просто долго ели целый час, наверное. Загрузили мы в сушилку. Теперь сушить одежду. Я так научусь стирать, наверное, через серии 10. И все. Мы идем с вами наверх. Блин, так хочется, на самом деле, покататься на коньках. Полепить там снеговичка. Но... Как? Некогда нам. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Все ли у нас чистенько. Все ли у нас в порядке. Ну, вроде бы... Вот дома... Вот, чей-то бутерброд. Тут вроде тарелки не стоят. Вроде не стоят. Вот чья-то домашка. И вот это нужно убрать. Кстати, ланч-пакеты нам надо было бы приготовить детям с утра. Было бы вообще... Ну, нет. Мы не будем, наверное, этим заниматься. Тут вроде бы все чистенько. Сейчас на втором этаже у нас там метель. Не хочу выходить на улицу, если честно. Не хочу ее отправлять. Тем более у нас одежда такая очень слабовата для такой погоды. Но... Что поделать? Ну, тут вроде бы чисто. Вот здесь у нас ванная. Да, вроде бы тут все хорошо. Я не знаю, почему. Мне казалось, что... Ну, был сломан унитаз. Но вроде все в порядке. Так, она собрала тут тоже тарелочки. Бедная кошечка. Так, а здесь почему-то она решила не брать тарелку. Так, мы обратно идем. Сейчас пойдем в магазин. А, она скидывает еду в бак. Так, тут, наверное, тут мусор еще можно выбросить. Короче, на самом деле, дело не в паровару. Сейчас помоем и встретимся уже с вами в магазине. Просто посмотрите, что здесь у нас за погода. Сейчас мы дойдем до магазинчика. Магазины здесь очень красивые. Посмотрите. Вот эта елочка. Просто класс. Но мы идем в этот магазин. Кстати, кто внимательный, тот этот магазин помнит из катсцены. Выходные. Тройка. Тройка. Как-то я так, блин, не досмотрела. Пойдемте в этот магазинчик. И я хочу посмотреть какую-нибудь, может быть... Какую-нибудь одну игрушечку и елочку. Но я не знаю, какие здесь будут цены. Давайте мы вообще просто сюда зайдем. Потому что на улице очень холодно. И тут не все продаем. 356! 43. Снеговика можно взять, но он мне не нравится совершенно. Ну, блин, и цены. Вот машина 12. Вообще как-то нелогично. Цены разэтываны. Я бы что-нибудь такое маленькое взяла. Как бы символичное. Просто чтобы какого-то уюта привнести в наш домик. Здесь есть второй этаж, кстати. Пойдемте. Просто тут все елки. Я представляю, какие цены. Один. Не может быть такого. Обман. Тайник не повесили. Милена, здесь удастся, кстати, никого вообще нет. Мы здесь посмотрим. Здесь есть маленькие елочки. Нам нужно как-то выбрать, какой недорогой домик. Какой домик красивый. 75! Почему? Что не так? Я сейчас время остановлю. Что, блин? Простите. Тут просто не все еще можно покупать. Ой, вот эти очень красивые. Тут вообще прям дорого-богато. Ну и цена, извините. Да, мы, конечно, можем на них посмотреть, но купить мы их никак не можем. Это очень дорого. Очень красивые, конечно, но вообще не для нас. Что здесь у нас? О, Дед Морозик. Ну, тут не все просто продается. Увы. Вот шар. 75. Вы серьезно? А ты сколько? 250. Это не самый дешевый магазин, я так понимаю. Ну, можно игрушку купить потом, например. Ну, блин, я шарик хотела, но 75 это очень много. Это очень много. Там еще куча всего просто нужно купить, поэтому нет, не пойдет так дело. Сейчас выберем елочку, а можно будет завтра сходить там купить какую-то игрушечку. Вот здесь просто... Нет, здесь больше ничего на самом деле нет. Какая-то ерунда. Вот один симолеон. Елки не могут быть один симолеон. Так, ну, будем считать, что у них на какой-то распродаже. 75, 75, 75, все 75. Ну, один симолеон не может быть такого. Не может быть. Вот, в общем, можно нам выбрать из этих елочек. Я сейчас хочу поближе их посмотреть. Не знаю, мне со снегом что-то уже не особо-то и нравится. Хотя первое вроде бы и ничего. Нет, вот эти вот две мне точно не нравятся. А вот эти, в принципе, идентичные. Мне кажется, взять вот эту елочку. Да, 75 это много. Но что поделать. Возьмем эту елочку. И сейчас пойдем в магазин для питомцев. И потом в магазин снова за продуктами. Тут вообще не вижу ни продавцов, никого. А вот продавец идет. Так, что нам нужно? Нет, мы когтеточку не будем покупать, наверное. Сколько она стоит? 68. Да, ну пусть он подерет кровать, потому что... Ну, будем честны, у меня сколько было животных. Ни разу не было такого, чтобы у них была когтеточка. Наверное, это плохо, но они драли диваны и там все такое. Поэтому пока я это брать не буду, что ж ты так скачешь-то? Мне нужно лоточек взять и... Да господи! И чашечку. У нас мальчик мы возьмем. Вот эту 31. Блин! Че так дорого-то? 31. Ну, у нас нет выбора. Мы возьмем лоток и... Господи, миску. Да, можем бы взять, конечно, вот эти штучки, там прочее, прочее. Но у нас ограниченный очень бюджет. Нам сейчас придется сэкономить на продуктах. Блин, у него очень все плохо. Ну, что поделать? Ого, тут на самом деле не дешево. Все, ребят, мы идем теперь за продуктами, наконец-то. Какая метель! Я сегодня решила сходить в фермерский магазинчик. Он очень симпатичный. Я думаю, нам нужно срочно бежать внутрь. Иди сюда. Ибо... Ой, блин, здесь так красиво. Посмотрите. Но снег у нас прям вообще конкретный. Странно, что не отменили занятия в школе. Так, давайте посмотрим, что... А, ну пусть она зайдет. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Что мы можем купить. Что нам нужно? В принципе, на самом деле, нужно все. Если что, эти продукты полежат в холодильнике. Ничего страшного. Поэтому нам много чего нужно. Возьмем помидоры, капусту, борщ сварим, лук возьмем. Не могу лук взять, видно, пусто там. Это что? А, это все помидоры. А тут же, господи, написано. Ладно. Тут ничего не можем мы купить. Тут вот даже есть мяско. Тут всякие сыры, колбасы. Возьмем колбасу, чтобы делать бутерброды там всякие. Мы это частенько... Полуфабрикаты, в принципе, только мы едим. Мы их не будем брать. Сыры, яйца. Тут всякие закуски. Нет, это все нам не нужно. Клубника, яблоки, семена вот есть. Ну, смысл сажать. Фасоль. А, фасоль можно взять. Мы делаем же сосиски с фасолью. Специи. Нет, специи. На специях мы сэкономим. Груши, хлебушек, всякие тут. Яйца снова. Ой, тут куча всего. Кнор. Всякие приправы, горошек, спагетти. Мука. Мука у нас еще есть, мы покупали. Мука вообще... Не знаю, у меня такого не было, что у меня мука заканчивалась, поэтому... Вот, хлеб мы не можем взять. Можем только смотреть. Не надо нам смотреть. Молочко. Молоко нам обязательно нужно. Так, молоко взяли, нам больше не надо. Капустка. Морковочку возьмем. Еще возьмем помидор. Так. Это чего такое? Это что-то непонятное. Ну, и вроде как все. Я больше не вижу здесь ничего. А, вот еще с этой стороны, да, мы не смотрели. Чеснок. Груши. Всякие. Я вообще не пойму, что это, если честно. Это снова вроде бы семена. Так, все. Давай, бери. И нам нужно срочно домой. Нам нужно уже готовить. Уже под вечер дело, как всегда. Магазин очень классный. Но классно, конечно. Это все весной-летом. Не сейчас. Да, все. Мы понабрали продуктов. Вроде как нам хватило. И... Ну, нам хватило, потому что мы в тот раз еще много чего покупали. Все. Мы идем... Ой, у Ашера... У Ашера там все неплохо. Селена с работы пока не вернулась. Но пока мы вернемся домой, наверное, она уже придет. А дома, как всегда... Ну, реально, я не успеваю. Время так быстро летит. О, здесь столько людей. Посмотрите. Все пришли за продуктами по такой морозяке. Жесть. Срочно бежим в дом. Срочно начинаем готовить. Как обычно. Вот они тут все стоят. Недовольные. Ну, блин. Ну, честно, я просто не успеваю. О, боже мой. Хочу попробовать поиграть вот прям. Чтобы было так уютненько. Но у меня так, знаете, не особо-то и получается. Как вы видите. Ну, давайте будем пробовать. Так, что мы будем готовить с вами? Давайте посмотрим, что у нас вообще тут. Можно приготовить. В принципе, много всего. Что это такое? Непонятное блюдо. Оладьи? Нет. Вот, жальная рыбка, в принципе. Запеканка тако. Можно сделать. Почему вот это вот так вот не очень? Я даже не знаю, что это такое. Так, ну это все нам не подходит. Сосиски не хочу. Хочу макароны, не хочу. Давайте мы сделаем запеканку. Вот эту, да. И нам нужно идти вниз. Потому что у котика все очень-очень не очень. Сейчас придет, конечно... Селена, ты же на работе была. Она же вроде здесь была. А, она уже пропала. Ребятки мои, вы чего стоите-то? Вам нужно делать домашнее задание. Пожалуйста, начинайте. У Эйса тоже все хорошо. Что-то там... Его домашнее, наверное, лежит вот здесь на столе. Он всегда здесь бросает. Делай, пожалуйста. А что там? Что протекло? Он что-то как будто вытирал. Да нет, вроде бы. Все нормально. Пока Селены нет, нам нужно готовить. А ты куда? А, она здесь вот так готовит. Нам нужно срочно вниз поставить чашечку и купить... ...еды для котика. Да, а вот и Селена. Она же на работе. Интересно. А ну-ка, пойдем ругаться, как всегда. А то и приходят всякие полуфабрикаты есть. Почему она на работе, ребят? Она же дома. Это очень интересно все. А до скольки работы-то? Она должна была прийти с работы. Она не пришла с работы? Это очень странно. Вот она, вот она. Она не на работе. Ладно, давайте уйдем пораньше. Странно. Так, Милен, она тебя, конечно, там ругает, но ты, пожалуйста, не отвлекайся, готовь. Мы вообще не успеваем ничего просто. Ничего, да. Ой, Селена счастливая, ругается. Эбби прям в куртке делает уроки, мне так нравится. Селена, ты бы вообще пошла помылась там, например. Ты же пришла с работы, надо переодеться, наверное. Вот, наест какую-то чипсы она ест, понимаете? Приходится есть чипсы, потому что мы не приготовили. Давай, Милен, скорее. Нам нужно срочно вниз, как там у Алексии. Ой, ну, падет вот у котика, реально, очень все плохо. Давай, готовь. Скорее. И нам нужно самим поесть, нам нужно поспать. Слава богу, проектов им сейчас не дают, они домашние делают сами. У меня хоть есть какое-то время. Что-то такое счастливое. Ну, наверное, просто праздники, как бы, такое новогоднее настроение. Хотя он не любит, конечно, праздники, но все-таки. Не знаю, как можно жить в таком прекрасном... Чего я говорю, фигню какую-то. Каком прекрасном домашний здесь не живет. Но все равно, когда вокруг тебя там всякие елочки, все так украшено красиво, мне кажется, ну, есть какое-то новогоднее настроение. Давайте мы пригласим всех к столу. Но сами не будем брать. Так, 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 позвали мы, позвали. И пойдемте к себе. У нас тут Эйсон домашку делает. У нас тут все воняет. Все, иди сюда. Надеюсь, порцию брать... Нет, порцию мы брать не будем. Нет, 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 нет. Иди сюда. Сейчас поставим то, что мы принесли. Ты так делаешь домашнее? Делай домашнее, пожалуйста. Не знаю, куда нам здесь лучше поставить. Нам прям посередине придется как-то ставить. Не знаю, если честно, как сделать лучше. Сейчас мы посмотрим. О, боже, а что случилось? Досадный разговор. Ну, что поделать? У нас столько всего. Так, вот у нас мисочка. У нас реально места как бы не ахти для этого всего. Тем более котик туда-то не выходит. Нужно все ставить здесь. Я не знаю, куда это ставить. Давайте, что ли... Никак не получается. Так у нас лоток еще есть. Как нам быть? С лотком еще. Вот он лоточек. О, боже, так он вообще здоровый. Еще Эйсон тут уселся. Ну и куда же он его переместит? У нас места вообще нет. Эви сделал домашнее задание. Это очень хорошо. Давайте мы наполним мисочку. Позовем Ричи, бедный зайчик. Да не хочет он играть. Наполни миску. Вот. Пожалуйста. О, боже, он хотел в туалетик. Зайка. Ой, ты мой маленький. Такой умничка. Так, ребята. Давайте. Мне нужно что-то покушать. Нет, спать мы сейчас не будем. Пойдем возьмем что-нибудь. Перекусим. Бутерброд. Мы, короче, одними бутербродами питаемся. Скоро будет язва какая-нибудь. Сейс нам бы пообщаться. Ну, честно, сил никаких. Давайте мы пожалуемся на проблему. Он сам тут в туалет хочет. Не очень его настроение тоже. Ты домашнее так и не сделал. Он вообще не делает домашнее задание. Вечно бросает на полпути. Мне это раздражает. Чего ты тут валяешься? Какая-то ерунда. О, класс. Это просто я не могу. Вот. И котик покушал. Все. У нас вроде бы все в порядке. Ну, ракуина-то сломалась. Боже мой. Вот. Да. Ты поешь и с ним разговаривай. Потому что... О. Молодцы. Какие. Да, супер. Да. А. Эйсон сделал. Молодец. Эйсон сделал домашнее задание. Все. Котик у нас счастливый. Ашер. Что ему надо? Поболтать. Не хочу с ним болтать. Нам нужно тут еще убрать. Помыть. Сейчас нужно покормить нашу деточку. Да. У нас зайчик. Что с тобой? Ему вообще не может не хватать. Я не знаю. Нужно... Что мне нужно? Покормить лексию. Сделал побыстрее. У нас такой... Ну, метель, мороз. В общем, очень-очень холодно. Ой, умывается. Ну, знаете, с котиком как-то стало повеселее. Блин, что он так долго ест? Что ты там так долго ешь? Где ты вообще? А ты что тут стоишь? Да, у нас реально прям метель конкретная. Еще чинить тебе раковину. Ну, замечательно. Куча дел. Ой, она опять лоточек. Ну, блин, еще лоточек мыть. У нас работа только прибавляется. А что это такое? А, это помыть. Да, мы теперь здесь не помоем, но придется идти наверх. Пока мы сходим наверх уже, наверх уже лексия. А, нет, она еще не проснется. Ну, она может от голода уже проснуться. Мне нужно чинить раковину. Это, блин, как тяжело в симс убираться. Где-то какие-то... Да, вот лексия проснулась, сейчас она будет тут кричать. Давайте мы дадим еду. Яблочное пюре. Мы сегодня яблочки купили. Вот у нас пюре. Лексия, а ты куда пошла? Здесь... Что это? Лексия, ты куда поперлась? Ты пюре ешь? Мадам. Ну и кто тебя здесь будет кормить? Сбежала она, молодец. Тебя здесь никто не ждет. Книги у них на столе, еда брошена. Мне так нравится вообще. Они даже не общаются. Что они вообще делают? Так, все, нас притащили обратно. Ешь. А мы пойдем чинить рак. И нам еще лоточек. Что-то творится-то такое, да? Ой, я не могу. Посади, пожалуйста. Все, ребят, мы падаем в обморок. Лексия, может она возьмет сама? Нет, ничего. Не может взять. Вот, есть яблочное пюре. Пожалуйста, ешь яблочное пюре. Мы пока упадем в обморок. Но у нас еще куча дела. Еще там сверху теперь еда пооставалась. Кто-то с собой помыл, кто-то не помыл. И мне очень жаль, что мне не удается вообще пообщаться. Точнее, поиграть за других персонажей там. Так, куда ты полетел? Господи. Я не могу с этим ребенком. Ребенок, ты куда? Ой, слава богу, она вернулась. Давай, садись. Ешь все пюре. Так. А пюре? Ой, е-мое. Взять белье. Я ж посушила. Сухость влажная, сушить. Все, не надо никого сажать. С одеждой давай разберемся. Я никак, нифига не понимаю, как стирать. Надеюсь, я научусь стирать. Потому что пока она влажная, вон, написано было. Чистота чистая, сухость влажная. И давайте чинить. Нужно еще вот это вот убрать. Сейчас будет тарелка грязная. И можно лечь поспать. У нас, в принципе, нас окружает очень много людей. Но пообщаться с ними вообще нет никакого времени. Я думаю, вы замечаете. Это, слава богу, все это сделали домашнее задание. Это уже хорошо. Что они там делают? Как они живут? Я не имею понятия. Пусть я думаю, я буду за них иногда играть. Но нет. Не удается мне за них играть. Нужно пол еще вытереть. Бог ты мой. Нет. А подожди. А что ж ты не дочинила-то? Милен, давай. У нас нет никакого выбора. Нам никто помогать не будет. Лексия, ты все в порядке? Иди. Я не знаю. Блин. Что ж такое-то? Нет. Нам нельзя спать. Вставай. Лексия может вот с котиком вообще. Да, она и уже котику пошла. Прям очень ей понравилось. Они так прям подружились. Ну, он такой, лапочка. Ну-ка. Я хочу вот эту замечательную фотографию на фоне. Правда, фон вот не очень. Ну, что поделать? Вот его не видно. Вот такой зайка-то. Блин. Две зайки. Вы смотрите. Я сфоткала там, наверное, надеюсь. Ой, господи. Какая прелесть. Так, продолжаем. Убираться. Милен, ты в обморок? Нет, она хочет с собой разговаривать. Потому что она у нас чудаковата. Ну, станешь чудаковат. Вот у нас Эйсон идет. У него жара. Нет, у него не жара. Он побежал обратно. Лексия, ты куда? Что ты хочешь? Смотришь, что мы делаем? Мне нужно почистить лоток. Вот тарелка тут еще у нас. Я не могу. Лексия, иди поиграй в игрушечку. Вот, смотри, у нас игрушечка есть. Иди поиграй. Не надо там лезть в бак, еще куда-то. А что она пошла? Я забыла, что я ей сделала. А, все, вспомнила. Так, нужно помыть тарелочку. Тут что у нас? Взять белье. Вот, сухая и теплая. Взять белье и убрать нам нужно. Ну, мы опять упали в обморок. Эйсон. Давай ты, что ли, с ней пообщаешься? Поиграй с ней, что ли. Веселые действия. Расскажи им эту историю. Что тут еще у нас интересного есть? Почитать, купать. Нет, нет, это все нам не нужно делать. Поднимем в ее настроении. Я хочу с ней поиграть. Я не помню, где это делается. Отчитать. Нет, это все нам не... Вот, там было играть, по-моему. Да, вот, играть. Милен, давай, нам немножечко осталось. Тарелочку помоем. Ой, ты котик. Так, блин, мне так жалко, что у меня плохо с общением, но я не могу пообщаться ни с кем, потому что просто на это нет вообще ни малейшего времени, увы. Так, все, моем мы посуду. Сейчас мы разгрузим стиралку. И можно в туалет, в принципе, сходить. Эй, сын, господи, почему он такой странный? Так, все, мы... Мы постирали. Наконец-то я постирала первый раз жизни в Симс. Я теперь поняла, как это делается. Все, давай в туалет. И будем ложиться спать. Лексии бы тоже нужно лечь спать. Блин, у нас тут горшок занят, да? Мы же не можем на него сходить теперь. Я думаю, мы не... Ну, блин, то, что она в три часа ночи не спит, это не очень. Да, она не может сходить туда. Боже, здесь лоток стоит. Правильно я думаю? Да, правильно я думаю. Не знаю, как нам тут бы сделать. Как быть? Не знаю, как мне быть. Ладно, ребят, давайте мы все-таки, наверное, ляжем спать. Сейчас мы с Кисиком пообщаемся немножечко. И пойдем спать. Потому что три часа ночи, мы не спим. Это не очень хорошо. Тебе будет нас бодрость наполовину. Все, ребята? Это основ... Господи, посмотрите, что здесь творится. Нет, здесь конца края, работы никакой нет. Так что, да, ребята, думаю, что я закончу эту серию. Надеюсь, что вам понравилось. Если так, ставьте палец вверх. А я с вами прощаюсь. И всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok